Музыка Сегодня я расскажу вам, как сделать супер пончики по технологии всемирно известного бренда Dunkin' Donuts. Вот с такой веселенькой глазурью вкусные, ароматные, очень мягкие, неперезлащенные пончики. Музыка Для теста нам потребуется 600 г муки, 60 г сахара или 3 столовые ложки, дрожжи 14 г, растопленное сливочное масло 90 г, теплое молоко, 250 мл, 2 яйца, 2 щепотки соли и ванильный экстракт, либо ванильный сахар, 1 чайная ложка. Музыка Итак, сначала в муку добавим сухие ингредиенты. Мы добавляем сахар, дрожжи, и соль. А теперь добавим жидкие ингредиенты. Молоко, масло, яйца, и несколько капель ванильного экстракта. Начнем взбивать миксером до того момента, пока тесто не станет плотным. Как только тесто станет плотным, мы продолжим его замешивать вручную. Музыка Тесто очень тяжелое, поскольку там есть и яйца, и масло, и очень много муки. Поэтому во время замеса я рекомендую его отбивать либо об стол, либо колотушкой, или вот как я делаю скалкой. Это очень старинный и очень эффективный способ. Меня этому способу научила еще моя прабабушка. Без отбивания мне бы пришлось замешивать тесто, наверное, с полчаса. С отбиванием у меня на замес ушло не более 10 минут. Во время отбивания клейковина намного эффективнее распускается, и тесто гораздо быстрее собирается. Готовность теста мы проверяем так. Отрезаем маленький кусочек. Немножко его раскатаем, чтобы он был потоньше. И начинаем его растягивать. Если при растяжении тесто рвется, значит тесто еще не готово. Продолжаем замешивать дальше. Снова отрезаем. Растягиваем. На этот раз тесто намного более собрано и тянется уже гораздо лучше, но мне кажется, надо его промесить еще чуть-чуть подольше, чтобы оно было еще более однородным. Снова отрезаем. На срезе он уже более гладкий кусочек. Раскатываем в кусочек в тонкий пласт и проверяем снова. Итак, на этот раз тесто тянется так, как мне нужно. Оно должно быть эластичным, не рваться при растяжении, гладким и однородным. То, что нам надо. Итак, мы замесили тесто путем отбивания, без мощных комбайнов, меньше чем за 10 минут. Теперь смажем емкость, в которой наше тесто будет подниматься. Укладываем туда тесто, вот такое однородное, гладкое оно у нас получилось. Укрываем пленкой и ставим в теплое место для того, чтобы оно поднялось как минимум в два раза. Наше тесто готово и прежде чем мы начнем формовать пончики, выстелим пергаментом поднос. На него мы будем складывать пончики. Вот такое наше тесто получилось. Мы его немножко обминаем. Выкладываем на стол и слегка промешиваем, чтобы вышел лишний воздух. Для удобства раскатки я разрежу тесто на две части. И теперь перехожу к раскатке теста. В случае с пончиками тесту отдыхать совершенно не надо давать. Можно его сразу раскатывать. И так мы раскатали. Толщина примерно в мизинчик. Вот я вам показываю. Примерно такая толщина пласта должна быть. И теперь будем вырезать пончики. Можно вырезать либо специальным прибором. Ну вот есть у меня такой плунжер, но он слишком маленький. Пончики донатс, они все-таки побольше размером. Поэтому я беру стакан и прибор для удаления сердцевины из яблок. Ими я буду вырезать пончики. Толп подпылять мукой не надо, тесто не липнет. Поэтому можно сразу раскатывать на столе и вырезать. Тесто снимается с него очень легко. Примерно три кусочка теста я всегда оставляю на проверку готовности масла. Вот такие пончики у нас получились. Мы их складываем на поднос для того, чтобы они у нас подошли. Оставляйте между пончиками расстояние, потому что они во время растойки будут увеличиваться в размере. Вот такие вот после растойки пончики у нас получились и они готовы для жарки. В какую-нибудь жарочную емкость мы наливаем масло. Масла должно быть столько, чтобы пончики там могли плавать. И ждем, когда наше масло нагреется. Для проверки, насколько масло нагрелось, мы будем использовать наши кусочки теста. Бросаем кусочек. Если с ним ничего не происходит, значит масло еще холодное. Будем ждать дальше. Через некоторое время снова бросаем кусочек. Вот он всплыл у нас, но он не сильно шипит и он не поджаривает. Поэтому мы его оставим там, пока масло еще не подогреется. И, наконец, в третий раз мы бросаем масло. Оно зашипело, пончик у нас поднялся, тесто вернее. Значит, масло готово. И в готовое масло мы бросаем пончики. Пончики жарятся очень быстро. Важно не отходить от сковороды, потому что они могут сгореть, если вы отойдете хотя бы на минутку. Как только они подрумянятся, переворачивайте их, а потом снова переверните, чтобы они были гладенькие. Все, пончики готовы. Главное, чтобы ваши пончики не пережарились, иначе они будут горчить и будут уже невкусные. Достаточно зарумянивания. И бросаем следующую порцию пончиков. Жарка всех пончиков занимает очень непродолжительное время. Для глазурирования я буду использовать зеркальную шоколадную глазурь. Тертый белый и темный шоколад. Посыпка. Кокосовую стружку лимонную я возьму. И сделаю белую лимонную глазурь. Нам потребуется 250 грамм сахарной пудры. Белок одного яйца. И сок лимона примерно столовая ложка. А также розовый краситель я возьму. Нам потребуется всего лишь капелька. Итак, сначала отделим белок от желтка. Желток нам не нужен, поэтому мы его убираем. Взбиваем белок. Взбиваем белок до слабой пены и добавляем туда сок лимона. Нам нужна столовая ложка. И затем добавляем сахарную пудру. Если глазурь сильно плотная, добавьте туда немножко воды. Либо лимонного сока. Консистенция глазури должна быть как жидкая сметана. Она должна течь, но при этом не быть совсем жидкой. Половину глазури я отложу в другую чашечку, потому что я еще хочу сделать розовую глазурь. В оставшуюся часть я добавлю гелевого красителя одну маленькую капельку. Гелевые красители очень интенсивные, поэтому много их добавлять не надо. Перемешиваем и получаем фирменный розовый цвет Данкин Донатс. Вот такие две глазури у нас получились. Они готовы для использования. Если вы не планируете их долгое время использовать, накрывайте их пленкой, чтобы они не высыхали. Итак, мы имеем растопленную шоколадную зеркальную глазурь. Лимонную глазурь, белую и розовую. И декоративные посыпки. У нас все готово. Итак, вот такие наши пончики у нас получились после жарки. Мы их будем выкладывать на решетку. Под решетку положите либо блюдо, либо пергаментную бумагу, куда будет стекать глазурь. И берем каждый пончик и окунаем. Вот в данный момент я окунаю в шоколадную глазурь. Где-то до половины окунайте, чтобы пончик там был. И далее мы переходим к розовой глазури. Стряхивайте излишки глазури, чтобы не сильно она стекала на блюдо. И потом мы перейдем к украшению. Стряхивайте излишки глазури. Надо слегка дать ей подсохнуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Иначе глазурь, сам рисунок будет размываться на ней. Белые пончики мы покроем темным тертым шоколадом. На розовых пончиках я хочу нанести рисунок полосками. Для этого я использую силиконовый шприц. Если у вас его нет, можно сделать корнетик. И вот так вот нарисовать на пончики наш рисунок. На шоколадные пончики я насыплю немножко белого шоколада. И вот такой декоративной посыпки. Украшение пончиков целиком зависит от вашей фантазии. Также я использую кокосовую стружку лимонного цвета. И вот такие вот нарядные, замечательные пончики у нас получаются. В точности как пончики Dunkin' Donuts и по вкусу, и по внешнему виду. Вот сейчас я вам покажу, какой он на разломе. Его даже страшно брать, настолько он воздушный, мягкий, пушистый. Прям вот такой он бесподобный внутри. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте. И на этом сегодня все. Всем пока!